Раннее, раннее утро в деревне. Ничего странного от того, что топится печь в бане, нет. Сегодня мы поговорим о утреннем парении. По сути, такое невозможно в обычной деревне. Там баня топится вечером, да и не каждый день. Но в комплексе русской бани на Мариновой свои правила. Как вы встречаете каждое свое раннее утро? В 6 часов утра вставать неохота, спать еще надо. На работу собираемся, как на праздник, так лет на самом деле. Но когда хочется чего-то большего, когда хочется здоровья, когда хочется настоящего русского духа, куда можно приехать? Нам предлагаем приехать в комплекс русской бани на Мариновой, чтобы получить удовольствие от утреннего парения. А далее вы увидите магию. Я не знаю, в чем тут причина. Возможно, это аромат настоящих дров, пар настоящей, а не металлической каменки. Но русские бани творят чудеса и заставляют душу петь. В нашем случае – песню о утреннем парении. Это хорошее настроение, бодрость духа. Что еще, Максим, у нас? Ну, прекрасно, знаете, второе дыхание открывается. Вот натурально второе дыхание. Выходишь, особенно сейчас прокладная купель. Ну, лет пять сбрасываешь. Кровь движется. Ну, молодежь. Просто молодежь. Особенно советую мужчинам. Вот, честное слово. День будет не зря. Вот, честное слово. Посетите бани с утра, пропарьтесь хорошо, не пожалеете. Холодная водичка. И будет все великолепно. Все, ничего вам сказать. А можно ли спокойно каждый день, ну, не каждый день, допустим, а регулярно принимать утром? Казалось бы, вроде организм спать еще должен. Тут его и в жар, и в холод, и сразу. Прекрасно, между прочим. Каждый день, я не знаю, конечно, но два раза в неделю – это, в принципе, нормально. То есть, ну, вы сами по самочувствию, вам организм сам и подскажет, как вы себя будете чувствовать. Если вы начинающий, чуть-чуть недопарьтесь. И всегда старайтесь чуть-чуть недопарить. Самое главное, а все остальное будет хорошо. Ну, два раза в неделю – это минимум, надо. И тогда будет все классно. Похудеете, самое главное. Самочувствие, да, Максим? Ну, работоспособность. Это, я считаю, самое главное, что дают бани. И здоровье. По крайней мере, здоровье – это точно. А бизнесу и работе это не мешает? Нет, час-полтора – это с утра, я считаю, ничто. А сейчас еще есть сотовый телефон, если что, можно. Да, да, это без вопросов. Ну, я у нас бизнес был не менее налажен, то есть, ну, нормально. По крайней мере, два раза в неделю – это небольшой грех, полтора часа дать. То есть, тут же и бассейн, пожалуйста, с холодной купелькой, тут же и душик. Ну, все есть. И хорошие парильщики, и хорошие веники, и вода здесь родниковая. Ну, классно, ну, что я могу сказать, классно. Надо просто самому прийти, попробовать. Взять желательно парильщика, который с душой тебя пропарит. И ты поймешь, что такое жизнь. Вот, натуральный кайф. Берем парильщика. Все, договорились. Хорошо прожаренное тело и хорошо прожаренная камера – вещи несовместимые. Поэтому показывать приготовление натуральных пихтовых веников мы не будем, а насладившись водопадом и слегка отдохнув, отдадимся в руки профессионального парильщика. Единственное, что мы не можем сделать, так это занести камеру сюда. Светильник занесли, ладно, полторы тысячи градусов плюс-минус стоят, ладно. Мелочи жизни. Вот. И теперь реальное парение и реальные впечатления. Как оно? Хорошо, классно. Ребята, просто классно. Это надо очистить. Придите, попробуйте. Единственное, что могу сказать – попробуйте. Все. А парильщики какие здесь? Ну, я что могу сказать? Классные ребята. Я прошел почти все бани города. Ну, русские бани – это русские бани. Придите, сравните. Вот, все. Очень ничего не могу сказать. Ребята знают свое дело. Очень хорошо. Профессионально. Работают уже много лет. Сереж, мы сколько уже знакомы? Пять. Да, четыре года уже. Мы около четырех лет работаем. Около четырех лет. Так что они умеют. Они знают свою работу. И они сделают так, как надо. Что бы пожелали. Проблемки с холестерином, были с давлением. Как вот можно? Ну, скажу, что у меня вес был, скажем, около 90 килограмм. Благодаря парению. Немножко массаж. Ну, выгляжу я сейчас уже на 74. И есть 74,5 килограмма. То есть в бане, парение и все. А кушаем все подряд? Все. И желательно жирное. Жирное, поджаренное. Ну, кому как. Мне оно идет на пользу. Без мяса я не могу. Честно скажу. Работа в горячем цеху, это в свое время, ну, как бы, скажем так, подвиг. Все равно проблемки-то какие-то были же, правильно? Из жары да в полыми. А сейчас здесь на постоянной хорошей работе. Нормально, когда я пришел сюда, у меня давление скакало. Сейчас у меня давление выровнялось. Стоит ровно, абсолютно. Я себя чувствую, как молодой. Вообще, бояться жара-то и не надо. Когда голова в прохладе, свежей пихты, тело может выдержать и серьезный прогрев. И далее, разомлев, нас ждет джакузи. Утром, когда встает солнышко, такое, знаете, очень красивое небо, еще немножко звездочки, великолепно. Это надо просто посетить и попробовать. И желательно, чем прохладнее, когда это легкий пар, а здесь такая теплая вода, это просто кайф. Это надо просто прийти попробовать. Тем более, сейчас это просто подарок идет. Со следующего месяца, Максим, что там сказали? Ну, со следующего месяца для менинников будет скидки в два раза больше на баню. Дешевле? Дешевле скидки, ну, скидки будут на баню. А как мы любим русские бани, приходите. Так что надо посещать. Я говорю, и вы получите массу удовольствия. Посидите, попробуйте. Это великолепно. И желательно, ну, два-три человека. Больше не надо. Вообще, когда говорят, что только женщины могут зацепиться языками, это не совсем правда. Тормоза в бане, особенно русской, срываются и у мужиков. И стоп. Лирика – это потом. Сейчас факт. Очень скоро человек сто за раз смогут почувствовать кайф аналогичный. Потому как достраивается еще один комплекс. Ну, вот он такой дух русских бань на Малиновой. Я уже говорить-то ничего не могу. За меня все сказано. Единственное, что в завершении скажу. И напарился, и поплавал, и вспотел, и еще раз поплавал, и поел. И теперь вот в сладкой Истоме я вам покажу, как можно поддерживать дух русских бань на Волге. Есть там такой филиал. Вот эта прекрасная маленькая банька творит такие чудеса, что любому невидавшим до цели искусства бани все это понравится. Мы приготовили небольшой раствор солевой дубово-лопуховый. Мы берем эндеровское масло, привезенное с Урала. Немножко подойдем и плескаем на печку. Смотрите, эндеровские камни мы достали из дома. Почему? Потому что на Волге камни очень тяжело искать. Щадящий легкий пар придает этой бане промалиновой физическое искусство парения, которое дает здоровье для удачной лоли рыбы на Волге. Я подаю хорошо как на камне пар и начинаю Ах, усердно париться! Ух, русские бани на малинии, филиал на Волге! Вот так великолепно попариваешь не два, не три раза, а 4 и 5. Нам теперь нужно это тело обмыть. Баня есть, дрова есть, печка есть. А что нам еще не хватает? Вот этого небольшого экстремального душа. Снимаем прекрасную шапку. Включаем выключатель. Вот, вода наполняется насосом. И, пожалуйста, мы на Волге обмываемся водой. Прекрасным душем и поднимаем всю цивилизацию. В этих экспериментальных условиях необходимо на банях, на малиновой, филиале, на Волге. Субтитры создавал DimaTorzok